Московский Сабантуй посетили более 1 миллиона человек. Праздник впервые из-за пандемии прошел в онлайн формате, но при этом собрал гостей со всего мира. Стать зрителем и даже участником музыкальных, спортивных и кулинарных состязаний можно было не выходя из дома. Подробности далее. Заводная мелодия в дуэте Баяна и Курая зазывает на столичный Сабантуй. Только на сей раз он не в Коломенском, а в здании Татарского культурного центра. Без ансамблей и ярмарок карантин изменил формат. Сабантуй в каждом доме – таков нынешний девиз гостей онлайн. Я рад, что именно этот праздник все-таки проводится, потому что это, наверное, основной праздник для Республики Башкорстан, для Башкир и для татар также. И здорово. Посредством телемоста на связи Турция, Австралия, Соединенные Штаты Америки, Португалия, выходцы из Башкортостана и Татарстана, проживающие за рубежом, не забывают родные языки и традиции. Сабантуй – повод собраться вместе. Правда, подпевать артистам гостям пришлось на расстоянии, кому сотен, кому тысячи километров. У нас на Сабантуй приходит более 100 тысяч человек, жителей Москвы и гостей нашей столицы. Поэтому очень важно все-таки продолжать вот эти наши традиции. Модная для нас, для всех тема цифровая трансформация, она вошла даже сегодня в быт, сегодня вошла даже в нашу повседневную жизнь, даже в наши праздники. Понимаете? Ну, конечно, надеемся на то, что это будет своего рода такой эксперимент, который больше не повторится. И все остальное, все мы выйдем на Майдан, все мы выйдем на наши поля, на наши лужайки и проведем, как положено, все вот эти вот празднества наши и гуляния. Писатель Емиль Мустафин впервые принял участие в Сабантуй еще 80 лет назад. На берегу реки Бирюсы земляки, сосланные в Сибири, отмечали праздник плуга. Браты Макисиям, Сабант – это пруд, только это праздник. Значит, праздник плуга. Вот как мы проведем этот день, такой у нас будет уже не урожай. От главы Башкортостана Емилю Мустафину вручили памятную монету в честь 75-летия Победы. Ветеранам, которые не смогли прийти на праздник, награды передадут. Семь онлайн-площадок, музыкальных, спортивных и даже культурных баталий. Первый онлайн-праздник удался. Трансляцию московского Сабантуя посмотрели свыше 1 миллиона зрителей. Альбина Харулина, Гульнар Абдурахманов, Александр Харитонов. Новости. Москва.